Продолжение следует... Вот так выделен сайт гиперспеки, представленную документацию CommonLisp. Он был с 2004 года, и его вроде как даже нельзя переписать, потому что вся его содержимое принадлежит вот этим вот ребятам, Listwork, какая-то компания, которая делает свой коммерческий лист. Но, в общем-то, это та документация, которой приходится жить, если вы будете пользоваться CommonLisp. Из интересного, CommonLisp — это один из старейших... Он говорит, ну ладно, CommonLisp — это не самый старейший язык, а сам по себе List — это, наверное, второй язык, который высокоуровневый вы придумали, и который вообще до сих пор пользуется. Первый, который там был Fortran. Ну, в общем, если кто-то поддержит легости на Fortran, я вам очень сочувствую, но, в общем-то, его, по-моему, все меньше и меньше. Но CommonLisp, вы знаете, что-то пишут, там выкладывают, вот OpenSource даже на GitHub есть. Про это немного отдельно, может быть, потом себе рассказать. Итого, гиперспеха. С 1986 года с нами. Очень передал язык в свое время был. У них были хэши, хэш-мапы. Вот в стандарте языка есть. Правда, там есть только геттеры, например, на ключе их хэш-мапы нету сеттеров, но они там отдельно обрабатываются. S-экспрешены. Факт номер два. Все вы должны иметь хоть какое-то представление об S-экспрешенах, потому что с этим часто приходится стандарты, когда очень говорят о LISPL, а скобочки, да, вот это вот все. У нас есть открывающая скобочка, там есть какая-то функция, дальше идут ее аргументы, но закрывается это и является вызовом функции на CommonLisp. И это называется S-экспрешен. Так вот, у меня здесь невалидный S-экспрешен, последняя скобочка не закрыта, ну, да ладно. S-экспрешен, они еще не должны были никогда пользоваться людьми. То есть Маккарти, это оригинальный автор LISPL, простите, я говорю все время CommonLisp, автор LISPL, он в своей книге, не книге, статье, в которой это все родилось, он описывал вообще это как гипотетический low-level IST, в котором можно пользоваться. В итоге оказалось, что этим не только можно пользоваться, на этом можно писать код. И идея про то, что то, что они хотели сделать потом дальше, если вы тут посмотрите список, это обычный массив, только там вместо запитых точек запитыми. Вызов функции, это вот, вызов функции, как мы привыкли только к тому, когда на скобочке. В общем, это никто не сделал. Они никогда не зарубили эту идею, но никогда ее не выполнили. Экспрешен тег поймет. LISPL, он case-insensitive. То есть, в принципе, можно писать print, как не знаю кто, и это будет валидный синтаксис. Что еще? LISPL, common LISPL есть очень много. Их я здесь написал 10. На самом деле их больше. Самый популярный, наверное, это SBCL и CLISP. Есть вот этот вот LISP-порт, который коммерческий. Из интересного, у них там есть какой-то очень мега навороченный тулинг вокруг LISPL, сам IDE и то, что они умеют делать. А для GUI, графические интергейсы и так далее. Из-за этих людей. И также, то, что я тоже не знал, есть common LISP, который запускается на JVM. Это, конечно, не глажу, это LISPL. Здесь должен был быть слайд про то, что в LISPL есть условная копиляция. То есть, грубо говоря, в любом месте своего кода вы можете поставить там хэштег в точке YOLO, и после него код, который идет в следующий зонимформ, оно будет комбилиться только тогда, когда включена специальная хитчер. То есть, в принципе, условное включение или выключение кода и при комбиляции вам доступно вот на уровне самого языка это стандартная хитчер. Очень удобно в DEL добавлять какие-то дефолтовые пароли, а в продаж не бросать ошибки, если такое проще. Ошибки. Обработка ошибок в common LISP. Считается, что это тоже LISP. Чем он интересен? Это такой себе старый дедушка среди языков. Много вещей, которые там появились, они переключевали какие-то другие языки, например, горбышко-лектор. Все такое проще, про которое мы слышим как раз до этого доклада. Про рестарт и кондишн почему-то они не дошли до других языков, но очень главная тема заключается в том, что в любой момент, когда у вас есть ошибка, это не просто она выбрасывается и прекращается выполнение той функции, в которой вы были. Она, на самом деле, сигнализирует, и она пропагетится сквозь ваше приложение. Если в каком-то месте вы говорите, что сигнал пришел, значит, при этом сигнале делаем это. И это, на самом деле, почти всегда у вас есть выборы, что вы хотите сделать. То есть для чтения текста, если у вас не валидный чарактер, вы выставляете какой-то дефолтовый, или скипаете его, или падаете, умираете, и все, ваша голода умерла. Но, в общем-то, рестарт и кондишнеры довольно-таки удобно. Плюс дебаггеры ничем не хуже, наверное, от того, что есть. Ну, ладно, хуже, но вы можете останавливаться, смотреть, что у вас происходит в окружении, вот, когда у вас эти рестарты, делать инспекты, смотреть на внутренние слоты, их переопределять, и такое прочее. Окей, следующий факт. Объектная система Conley Spars довольно-таки интересная, не интеллированная. Собака не отдала мне мяч. Там есть дженетики, там есть деф-методы, можно делать dispatch на основании класса, аргумента и, может быть, чего-то другого. Также методы, которые есть, их можно делать prep, post, run, неважно. Здесь смысл заключается в том, что это Common Lisp, это, на самом деле, объектно-ориентируемый язык. Там практически нет FP. И, то есть, когда говорят, что Lispy – это функционально, на самом деле, Lispy все очень любят state, они любят мутировать переменные, объекты, классы, и вот это вот все. Окей. Вот это, если вы это можете прочитать, это является валидным Lisp. Хотя казалось бы, типа, какого черта? Это же… Если там где-то убрать скобочки, то можно подумать, что это… Не знаю, JavaScript. Ну, или луги, ладно. Ну, что-нибудь такое. Это… Лу… Это… Как говоришь? Конструкция языка, которая там в 61-м году или что-то такое. Решили… Блин, сейчас появился алгол, он такой модный, мы хотим тоже быть как модные пацаны, давайте применяем синтексис и сделаем for, который будет там не как у нас в s-expression. Там можно будет ставить равно посередине, там еще zen, еще что-то. Ну, в общем, кто пишет на алголе сейчас… А вот эта фигня осталась. Есть пакетный менеджер. Лисперы, они на самом деле… Мало того, что пишут, они его куда-то паблишат, и оттуда периодически себе проекты подключают. В TrueStory я никогда не знал, что они этим занимаются. Я думаю, что все каждый раз пишут все свое с нуля. На самом деле, так и есть, но… В принципе, иногда некоторые решения можно брать из QuickLisp. Там есть GitHub-репозиторий, туда закидывается периодически как-то название проекта, его сорцы в файлике, и когда ты делаешь QuickLisp приколов, название проекта… Сначала он пытается локально войти, если он у тебя есть, и туда можно добавлять вот саму. Если нет, то он идет в облако в регистре, и находит его там, и пытается его скачать и подключить. Окей, про CommonLisp тоже. Это TrueStory, это, наверное, практически все эти факты, которых я не знал. Вы знаете, чувак, который написал Acorn, который написал CodeMirror, или ProStoryMirror, или ProStoryMirror, или ProStoryMirror, или ProStoryMirror, ну, whatever. Эдитарный Margin, он типа CommonLisp, у него есть библиотеки на CommonLisp, где можно пользоваться. И даже в Киеве есть конторы, которые занимаются аутсорсом на CommonLisp. Ну, типа, там, летом мы не искали себе какого-то CTO, или что-то такое, которого, там, для вас было, типа, 100 каучей в год. Я не стал писать название, потому что, мало ли, вдруг когда-нибудь захочу туда пойти. Ну, да ладно. Что еще? Проклятье Lisp. Если вы слышали это словосочетание, вы знаете, что это значит. Это значит в том, что там Lisp, они все такие, типа, сами по себе, замкнутые, пишут все свои решения, потом их оботягают. Ну, плюс-минус, на самом деле, в многих местах так и есть. То есть больше одного проекта, они сами по себе как-то умерли, что ли, я не знаю. Или они недоделаны, или еще что-то. Есть 3-4 варианта HTTP. Там, типа, ладно. Есть, там, какие-то самые популярные стандарты интерфакта, но они недостаточно быстрые, они не асинхронные, или еще что-то. Есть новые асинхронные, есть один асинхронные, но при этом, в него надо зараскивать, как бы, свои промисы, и свой, там, ивент-клуб поднимать, когда вы хотите их запускать. Еще один, он вроде клевый, все в нем хорошо, но там могут быть какие-то блин, подводные камни. И, в общем-то, экосистема есть, экосистема богатая. И тоже отдельный вопрос, да, про то, что, типа, что пишут вообще на CommonLispе, пишут что угодно. Если вы будете читать в твиттерке по хэштегу CommonLisp, больше всего там будут каких-то японских твитов непонятных вообще абсолютно. Я не знаю, кстати, почему, но CommonLisp очень идеально буквально в Японии. Просто, не знаю. Типа, чувак, который криплисп делает, один из этих хэштегов японцы, еще что-то, еще что-то, в общем, полно. Так вот, что делали? Последний проект, который я видел, это какая-то RFGS на OpenGL, это пиндинг и тендерфлоу через CFI, это какие-то эксперименты со звуком, какие-то интерактивные вещи, еще что-то, еще что-то. В общем, люди делают очень много разных вещей. И CommonLisp в этом плане, это как вывод, да, это такой вот очень старый, казалось бы, язык. Наверное, до сих пор кучу людей пишет. Он такой, он очень гибкий, он очень динамический. То есть, если вы любите качать JavaScript, вам понравится качество CommonLisp, потому что, вплоть до того, что когда вы переопределяете класс, вы можете сказать, что сделать за всеми существующими инстансами этого класса. Таким образом, по сути, как callback называется, когда у вас этот класс переопределяется, и что делать с теми инстансами, которые существуют. На нем можно написать low-level вещи и все такое вот. В общем, CommonLisp, он, в принципе, наверное, не является промежуточным шагом, как, например, стима, на который очень хорошо поучиться и понять вообще изначально, что из себя представлять. Это не кложур, который сам по себе основан достаточный язык, на котором тоже можно писать контует вещи. Но, в отличие от кложуры, CommonLisp, он очень быстрый, он самодостаточный, он не зависит от GM, он стартует типа вот так вот. и, в общем-то, это клевый, старый, идеальный язык, на который можно было бы посмотреть, если вам надо что-то гибкое, что-то на что вы можете быть, не знаю, универсальным солдатом, хотя придется очень много прикопаться в старом, непонятном ходе давно умерших людей. По поводу ресурсов. Одна просто это топ-книжечка по программированию, которую я читал. Я прочитал их много по разным языкам, но это одна из тех, которые займутся долго место в моем сердце. Она называется Practical Common List. Она находится вот на этом доме gigamankist.com. Она бесплатная, но ее можно купить. В принципе, надо купить бумажную версию этой книги, что будет очень приятно от Питера Сибири, я уверен. Есть еще интересная книга Lisp Hikers. Она чисто вот так прочитается. Там люди рассказывают какие-то свои байки про то, как они пришли к тому, чтобы писать на Lisp, как они пишут, как проходит их там, не знаю, рабочий день, еще что-то. Есть один поиск по всей онлайн документации. Есть относительно свежий 2012-2015 годы сайт Articulate List, и он про то, как типа Ramp Up молодому девелоперу в Lisp. Итого ж, я очень много не рассказал историй, связанных с тем, как там, я не знаю, спутники патчили их, послали туда код, и он там сразу же обновлялся. было такое, на Common Lisp. Все, ладно, full story закончится. Ну, кстати, зачитать там было очень много разных историй, всех их не упомнить. И, в общем-то, это тоже может быть отдельно интересная история, если вы, знаете, любите интернет-археологию и все такое прочее. Ну, в общем-то, у меня все.